Привет, у вас Амиго, снова вы, я и Ведьмак. Давайте посмотрим, чем займемся сегодня. Чего там, чего нам квест послал. Значит, основные задания, отзвук, тусэн, на 39 левел рассчитано, я заметно по левелу, а нет, незаметно, на 2 уровня всего опережаю данный квест, то есть можно брать. Дом, милый дом, каждый, кто хоть немного знает, Геральт из Ривии знает также, что Ведьмак не привык брать вознаграждение до завершения задания. Да, аванс, ну а идти в Корва Бьянка, это то поместье винодельня, которое мне пожаловали. Песнь рыцарского сердца, ну гвинт, блядь, нахер, гвинт, дерьмо, не буду я в него играть. Песнь рыцарского сердца, навестить гильем в лазарете, я бы лучше телку его навестил, пока он в лазарете. Ну, я считаю, дом, милый дом надо делать, потому что я хочу уже пойти посмотреть свое имущество, место, где можно начать новое задание, красным восказательным знаком обозначены места, где... Ага, винодельня Курва Бьянка, вот она. Ветряная мельница Дульсиней, Дульсиней. Да, это новая карта, действительно, новая локация, здесь нету ничего, что, где бы я уже побывал, это интересно. Так, и чтобы попасть в Курва Бьянка, мне надо... О, боже, дворец. Где-нибудь есть перекресточек? Ладно, давайте, давайте на коняшки поскачем тогда. Блядь, в пизду лошадь, атмосферно пойдем, как бэксиллер, шагами. Нет, а еще медленнее можно? Медленнее нельзя, жаль. Я уверен, что самый атмосферный и разочарован отсутствием внятного... Внятного слоу-моушена в этой игре. Так, очень музычка, по-моему, орет мне в ухо. А, о, что это такое? Не зря я пешочком пошел, смотрите-ка, по атмосфере как ходить интересно. Сударь, сударь, вам письмо. Мне? Письмо? От кого? Да я читать-то не умею. Я только доставить. Наверняка тёлка Гильома пишет, ну давай. На Геральта тёлки западают вообще моментально. Держи монетку. Тут есть штамп оплачено, проваливай. Да ладно, пять монеток, на что их тратить, господи? Держи, и спасибо. Так это вам спасибо, уважаемый. Всегда к вашим услугам. Ну с гонзой за пивком тогда чё? Раз всё к моим услугам. Так чё за письмо-то, ёпта, ты будешь читать, нет? Дорогой друг. Ух ты, блядь, как человек растворился в воздухе. Ты меня нашли слухи, что ты в Тусенте. Надеюсь, ты не подорвёшь своё драгоценное здоровье на фестивале вина. Тёлка пишет, тёлка. Тёлка пишет. Последствия могут оказаться губительными. Быть может, тебя заинтересует вот что. Осматривая библиотеку одного моего знакомого, Дело пахнет сиськами, пацаны. Я на спрос на упоминание о некоем профессоре Моро из Баклера, который изучал ведьмачьи мутации. Подробностей я не знаю. Где была его лаборатория тоже. Но думаю, что-то можно узнать из дневника, который вроде бы похоронили вместе с хозяином. Прилагаю карту, которую нашла в той же книге. Она в скверном состоянии. Но думаю, ты сумеешь. Какая нормальная баба будет предлагать раскопать могилу? Если тебе вдруг наскучат баклерские девицы, вино и прочие прелести, попробуй покопаться в этом деле. Вдруг найдёшь что-нибудь интересное. А, Янифер. Твоя подруга? Янифер. Я по-прежнему пойду в Курвобьянка. Блядь, где гранаты разрывные? Это пиздец. Рюмка водки на столе. О, Боже. О, Боже. Отъебись. Нет, 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 нет. Я всё понял. Я всё понял. Всё, блядь съебует отсюда. Я не знал, что этот певец тут в авторитете. Бежим. Бежим, граижи. Не спасайся кто может. Опа, опа. А, о, а. Э, где? А вот, 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 вот. Блядь. Геральт, блядь, прыгай нахер. ебаный в рот их тут еще больше не надо его вместе вместе для блять горожанин беги нахуй почему геральт останавливается постоянно надо меньше брать был понятно тусэнд идет в жопу блять дайте мне уйти я не хочу драться пожалуйста пожалуйста отстаньте от меня блять пошел нахуй хуй в шляпе господи эти стражи их невозможно одолеть у них там левел какой-то геральт да беги ты нахуй что ты делаешь ебанько блять геральтовская ёбаный ведьмачий хрен почему он блять перестает бежать начинает блять оборачиваться ёптую мать где ложь хер собачий твоя мамка не жаловалась ублюдок хватит орать курицы бля плотва шевелись ко мне быстрее шевелись коксу коксу блять сосите копыта блять ублюдки деревенские вертел я ваших жонку шевелись плотва бля плотва вывела вывезла и сову я сову что ж ты что ж не бросил плотву да это было по жести все эти стражники уже какие-то другие ухты мать перемать стрелять колотить в рот мне ноги все больше ни одного уюта больше ни одного поэта не обижу поэт в россии больше чем поэт все поэты рок-артисты все мы приехали плотва такая мне надо еще помедитировать меня что-то отсутствует половина хилок час медитации гераль пока медитирует еще и зелье себе варить успевает красавчик хочу это зеленый сундук а ну это склад склад мой склад дворецкий хипать у меня есть дворецкий а что за мадам с метлой приветствую вашу милость о блять чувак у меня очки такие же по поручению княгиней я буду исполнять обязанности дворецкого в корма бьянку будем знакомы я успешно нес службу в родовом поместье синик и белье а также в назаире у адмирала рампали который как вам возможно известно был чрезвычайно требовательный погоди варнава бы не знаю ли я тебе я не совсем обычный землевладелец по правде сказать это первый собственный дом в моей жизни о в таком случае доверьтесь мне я все устрою и буду следить за порядком и в скором времени это место станет лучшей винодельни и вокруг как его звали короба базили может это отсылка к базилио коту базилио поэтому него очки такие похоже у этой винодельни богатая история кому она принадлежала до меня княги не приобрела его у барона росселя когда тот разорился он свою очередь купил его у господина балюса герба палачей очень яркий был человек родом из кэдвена а все игра идет о чем он нет какой он нудный про 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 прадед точно по слухам он был обычным душегубом но каким-то чудом получил при дворе в буклере должность княжеского палача говорят очень он был усердный отрубил больше голов чем виноградных лоз в королевских виноградниках у нас не что-то общее там не колебался всегда рубил ровно работал на совесть за выдающиеся заслуги прежний князь пожаловал ему титул и эти земли а господин балюс в молодости был инженером выйдя в отставку он обосновался здесь и занялся о боже страна по воле важной информации он утратил обоняние а затем и вкус кроме того лекари запретили ему употреблять алкоголь неприятно ему пришлось оставить виноделие куда-то он стал делать еще больше вина начал устраивать шумные приемы приглашал друзей со всей округи угощал их своим вином и радовался виде что мы играл рок-н-ролл на люк не делая счастливыми вот таким вот был господин балюс ебануться пойдем виноградик пожремся немного покор лобьянка разумеется прошу за мной думаю что разумно будет начать с холма не дают даже посмотреть большой вы надел ваши милости во всем своем великолепии трупы убрали молодцы только все без всяческого сомнения я покажу ваши милости некоторые интересные детали прошу за мной нравится дворецким да я родился в семье потомственных дворец мой отец была дворецким и дед двоюродная бабка была домоправительницей собственно с нее все и началось двоюродная бабка женщина с характером говорят она с раннего детства твердо знала чего хочет и добилась этого по прибытии в буклер она сразу же нанялась горничной к одному виноделу постепенно дослужилась до домоправительницы и в конце концов пристроила всю семью души нет жопоразрывательная история конечно здесь проживает прислуга тот зеленый дом занимаю я соизволение княгини я нанял полный штат прислуги за счет княжеской ух ты ладно не машину времени напевают а это какая в пизду машина времени это группа воскресенье знать где проживают ваши слуги и меркнет день и мокнут звуки и новые муки и еще от руки по-моему тут песен да приказал выкорчевать виноградники и на их месте посадить в жопу оливу подпевай особенно весной сейчас тоже неплохо смотрится о вот я лучше с ним пойду что не нашел чего так ждал все потерял о чем мечтал и блять я тоже забыл так поднять жалование этому крестьянину а этому плите и дайте поймем здесь растет сорт карванеры один из старейших в мире вино выдерживают в дубовых бочках она облада после этого говорят что русская зучка говно да пошли вы чувачева лучше понимать сливы и корицы надо будет попробовать да я бы тебя помял вместо прям на винограде ух помял бы красивый колодец да хотя он давно уже пересел когда господин балюс устраивал здесь шумные пиршества колодец наполняли и но что некогда один из гостей впервые посетивший этот дом и незнакомый с обычаями решил броситься в колодец из-за неразделенной любви набухался и выплыл близился к концу колодец почти опустел незадачливые самоубийца прыгнул в колодец но не убился а лишь переломал себе ноги и стал убился до смерти что на утро когда его нашли он решил что стал свидетелем двойного чуда вода превратилась в вино а сам он выжил после этого он удалился в монастырь в драконьих горах и начал проповедовать мудрость пророка лебеды его не иисус свалит час мне кажется я его знаю так как его по жопе шлепнуть ой блять все 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 не трогаю не трогаю ведро чего не подбирает я заметил что экскурсия проходит как-то он ничего не показывает больше свой дом только показал и виноградники все не на жена господина балюса устроил здесь сад ах какое прекрасное место было а теперь слегка запущено согласен однако же блять не мешает восстановить обо что я споткнулся и вновь посеять травы и иные растения травы посеять надо я даже знаю какие я с герцогиню улажу даст вопрос так сказать чё еще делать на этой даче бухать вино курить бухать вино курить говно и госпожа мина сажала здесь и мелкие нежные цветы и травы аромат можно сказать еще витает в воздухе от и сентиментален варнава базили базилио простонародье дека тоже блять очки 1 солнце ярко а где тачки-то а вот теперь мы с тобой как ганста ганста банда жаль ты не негр я бы звал тебя мёрфи мёрфиус ну естественно пришлось бы тебе у очков отломить держалки морфиус носил пенсны на суперклее приклеенная видимо какой странный квест тут вообще ничего не происходит я просто хожу и смотрю как не улучшить это это этот курят не чувствуете я насрал чуть такое чуни у запаха дня к такой в особо урожайные годы в этом месте был дополнительный погреб для вина если приложить немного труда получится неплохое стоило для плотвы что это с ней гавкает мяукает все одновременно и странный женщин работают обед у крестьянина да кто старый беден тот может и багет погрызть здесь находится винный погреб во времена господина балюса был хранилось вино а при бароне россели еще и оливки а вы труп той шлюхи то убрали прибрать беспорядок который который я устроил когда дрался с брукс на наш собрали до варнава базили очень признателен варнава как того кстати как того преступника которого отпустили вместо иисуса его звали а он варава был этот варнава этот как блять чет знакомая варнава хера себе тут такие луты такие лежат веревка блять варнава варнава что-то блять где-то я не слышал а вот здесь лежала голая тёлка сейчас я сейчас я посижу сейчас я вспомню же чё за варнава что-то мне напоминает блять блять не помню а бля ну да тёлка из женского комедий клуба скажем так слегка не опрятен но нельзя отказать ему в определенном неуловимым южном очаровании это точно но немного неуловимо очаровательной краски ему не помешает ну и курятник юб ты бля до базилио давай покрасим эту халупу и вот мы внутри налево хозяйская опочивальня направо столовая и кухня наверху гостевая комната которая в настоящий момент используется как кладовая неплохая пока что меблировка дома скудна усилиями нам удастся изменить все к лучшему мы братья братья очки с тобой тин это придаст интерьеру совершенно иной характер братья очень теперь ваша милость знает как все вы очи чего я братва к прекрасное мнение хотя к сожалению года не прошли для него бесследно если простите мне мою смелость если вашей милости будет угодно вложить некоторую сумму в ремонт и отделку я всегда готов служить советом то у меня есть знакомая бригада джеков ремонт обращусь к тебе вот эти вот этих вот которые на си алика подоконника вровень выпирать так не заняться ли нам ремонтом ты говорил здесь можно что-то отремонтировать но это уже блять ассасин скрит какой-то начинается фамильное меняется аудитория раскачивать на отбок надо бы заняться домом под дворьем ну домом конечно тут же я думал немного подкрасить может обновить стены снаружи внутри если позволите дать вам совет почему бы не заняться общим ремонтом я руководил такого рода работами в летней резиденции адмирала ром поле результат был ошеломляющим мало того что резиденция совершенно преобразилась мы к тому же нашли место для выставки доспехов и оружия из личной коллекции адмирала мау чего блять сколько пошел нахуй 5000 для вдумать я за пять тысяч я нахуй новый дом куплю ебты на черном море с пожак на белье поспешишь людей нас да пошла она в жопу овца 5000 ты я вот тут думал нет если позволить ма блять а подворья сколько раз уж у меня такое обширное подворье да да разумеется цена вопроса во внимание ремесло вашей милости было бы уместно установить тут точильный камень и верстан точильный камень и верстак вряд ли могут много стоить верстак броника селок для заточки мечей ну давай селом для моих шлемич и быстро тупятся мне бы пригодил потому что в доме не наточены мечи тарадан 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 ненужным излишествам тыща блять да ладно сейчас а чё это у лёхи чё денег не было что почему я помню когда игру прошел у меня денег было дохерища тратить некуда было а сейчас сколько где тут лавандос посмотреть сколько у меня лавышки серьезно может тут блять не принимают деньги других этих регионов чё за говно-то миксеры бомбы еда ого да а ну да он же говорил что он на все деньги покупает руны ну и блять на какие шиши теперь штукатурку на стены ложить непонятно